Здравствуйте, дорогие друзья, херсонцы, украинцы, сограждане. Пять лет я рассказываю о том, что в Украине идет гражданская война, о том, что антиконституционная хунта, либо же захватчики, госпереворотчики, сотворили самое страшное. Это убивали жизни наших людей. В Донбассе льется кровь, война продолжается. Турчинов, Порошенко и его свита отдали команду высушникам, тербатальонам, которые создали, карательным структурам бомбить наши города, Донбасс, Луганск. Пять лет нормальные люди стучатся, прекратите войну. Это не наша война. Но за этой войной есть военные преступники. И уже сегодня вылазят, назвать бы так, факты на лицо. Генпрокуратура, экспертная группа определила, что Порошенко, Турчинов есть военные преступники. Каждому украинцу я предлагаю прочитать вот эту вот статью. Шокирующая экспертиза Генпрокуратуры. За Донбасс ответит Порошенко и все, кто там воевал. Украинцы, солдаты, я уверен, что придет это время, и когда вас будут они же издавать. И все, кто побывал на Донбассе, кто убивал мирных жителей, им придется нести ответственность. Все те награды, которые были получены от тех кровавых рук, от Порошенко, Турчинова, Гройсмана, Яценюка и от кровавого парламента, они все нелегитивные, неконституционные, незаконные, так как вы нарушили конституцию. Вы, как солдаты, направили оружие против собственного народа. И вам придется отвечать. Вы будете отданы народному суду, а вернее уже один суд, в Донбассе состоялся трибунал над Порошенко, Турчиновым и другими. Я сегодня эти ссылочки выложу. А вы прочитайте эту статью, мои дорогие сограждане. Не победить враньем правду никогда. Я уверен, что справедливость придет. подписывайтесь на мой канал, читайте меня. Я с вами. Я за правду. Я за мир. И все военные преступники должны ответить перед судом. приговор именем народа Украины. Украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины приговорил Порошенко Петра Алексеевича, Турчинова Александра Валентиновича, Порубия Андрея Владимировича, Авакова Арстена Борисовича. Каждого признать виновным и назначить наказание по статьям Уголовного кодекса Украины. Продолжение следует...